Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Гапутина. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Поднародные напевы и музыку джазового оркестра. В Бресте прошли Дни российской культуры в Республике Беларусь. Акция направлена на расширение связи между двумя странами в культурной сфере. Среди гостей министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Меденцев. Они покорили интеллектуальный олимп Беларуси и России. В Бресте завершилась Олимпиада школьников Союзного государства. В программе разнообразные интеллектуальные состязания и насыщенная культурно-развлекательная программа. Безопасность людей на рабочих местах – важнейшая задача на любом предприятии. На Брестской теплоэлектростанции прошло выездное заседание мобильной группы Горисполкома по вопросам охраны труда с участием первого заместителя председателя Горисполкома Юрием Климаховичем. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. Дни российской культуры прошли в Республике Беларусь. Акция направлена на расширение связей между двумя странами в культурной сфере. Брест стал первым городом в Республике Беларусь, где стартовало мероприятие подобного формата. Среди гостей – министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Перед началом совместного заседания участники посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герои», где возложили цветы к вечному огню мемориала. После возложения цветов к плитам мемориала в Брестском облсполкоме прошло совместное заседание коллеги Министерств культуры Беларуси и России. Участники обсудили широкий круг вопросов выполнения планов по сотрудничеству между Министерствами культуры двух стран на 2022-2024 годы, перспективные направления взаимодействия, реализацию совместных проектов, фестивалей, выставок, обменных гастролей театров и концертных организаций, а также гастроли молодежного российско-белорусского симфонического оркестра. Также в повестке активизация сотрудничества в сфере кинематографии и создания цифровой библиотеки Союзного государства, вопросы совместной деятельности по недопущению фальсификации общей истории, сохранению исторической правды совместных мероприятий в рамках празднования важной даты. 80-летний юбилей освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Этот вопрос на особым контроле. Мы сегодня подтверждаем, что работа по капитальному ремонту, музеификации, реставрации объектов Пресской крепости в следующем году будет продолжена, и соответствующие средства на это заложены в проекте бюджета. По утверждению бюджета мы сообщим вам, что это серьезные средства, и более того, мы хотим включиться в работу по созданию патриотического центра на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы также поддерживаем с учетом увеличения союзного бюджета на 38%, что является реализацией позиций и поручения президентов наших стран, также рост мероприятий культурно-гуманитарной патриотической направленности. С учетом увеличения союзного бюджета на 38%, в следующем году планируется проводить больше мероприятий культурно-гуманитарной и патриотической направленности, таких как кадетские молодежные смены, спартакиады на местах бывших боев, приуроченных к годовщинам крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Выйдет новая книга проекта Постоянного комитета союзного государства, которая будет посвящена партизанскому движению на территории Беларуси и ближайших субъектов Российской Федерации. Одна из важнейших задач не искусственно, а реально формировать единое культурное пространство союзного государства. И одна из этих задач – это поиск тех талантов, которые в следующем году получат премию союзного государства области литературы и искусства. И мы слышим предложения творческих союзов, хотим поддержать учреждение премии молодым талантом, то есть тем людям, которые проявились и в литературе, и в искусстве, в сфере музыки, искусствоведения, те люди, которые организуют хоровое пение. И эта премия должна быть для тех людей, кому не более 35 лет. И еще одна из идей, которая возникла совсем недавно – вернуться к советской традиции, когда на территории одной из советских республик проводился хоровой фестиваль. Помимо главведомств Беларуси и России, на встречу были приглашены сотрудники министерства, ответственных за реализацию совместных программ и деятелей культуры двух стран. Перспективы в плане патриотического воспитания и формирования гражданской позиции при помощи фестивалей искусств и кино весьма серьезные. В следующем году Беларусь будет отмечать 80-летие освобождения немецко-фашистских захватчиков. Мы также активно готовимся к масштабному празднованию юбилей Велики Победы 2025 года. В этой связи, уважаемые коллеги, первое, о чем хотела попросить вас – отдельно подумать и проработать возможность составления общего российско-белорусского плана памятных мероприятий, посвященных сразу двумя датами. Финальным пунктом программы заседания стало награждение представителей сферы культуры, которые активно работают по укреплению белорусско-российского культурного сотрудничества. После завершения коллегии в Брестском академическом театре драмы состоялось масштабное торжественное открытие Дней культуры Российской Федерации в Республике Беларусь. Министерство культуры страны «Соседки» подготовило невероятный подарок. Мы радуемся самым маленьким нашим коллективам и самым молодым нашим деятелям культуры, которые трудятся вместе, которые бьются и соревнуются на фестивалях, которые уже без нас знакомы друг с другом, у которых общие творческие проекты, общие победы, общие направления. Одним из таких направлений вместе с повесткой является всеобъемлющая культура в искусстве, музыке и театральных постановках. И сегодня это как никогда важно донести до каждого человека. Здесь очень тоже интересная жизнь, здесь очень интересные проекты. И пресс совершенно не случайно выбран. Мы сегодня должны говорить с нашей молодежью, особенно на понятном языке и рассказывать правду о той войне, говорить о том, что благодаря ветеранам нашим мы сегодня живем в прекрасной стране, в Беларуси, в России. Самое главное, под чистым небом мы строим планы на будущее. И именно такие посылы сегодня звучали от многих наших коллег. После всех мероприятий в Брестском академическом театре драмы стартовала культурная акция концертного государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрома. Музыкальный коллектив, созданный почти 90 лет назад, с гордостью, как свидетельствует книга рекордов Гиннеса, носит статус старейшего непрерывно существующего джазового оркестра в мире. В исполнении легендарного коллектива под руководством Бориса Фрумкина, солисток Анастасии Людовой и Софьи Тюриной прозвучали популярные произведения советских, российских и зарубежных композиторов. Музыкальные композиции, которые звучали со сцены Брестского драматического театра, не оставили слушатели равнодушными. Хорошо всем знакомые мелодии советских кинофильмов в современном переосмыслении подтверждали, что для культуры и полета фантазии нет препятствий. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Олимпиада школьников Союзного государства. Россия-Беларусь – историческая и духовная общность. Прошла на этой неделе в Бресте. Своеобразная борьба молодых умов проводится с 2004 года и направлена на укрепление дружеских связей между молодежью Республики Беларусь и Российской Федерацией. В программе разнообразные интеллектуальные состязания и насыщенная культурно-развлекательная программа. Задания относятся к двум направлениям – русский язык и русская литература. И ориентированы на выявление у участников творческих способностей, интересах к русской культуре и ее месту в мировом пространстве. Сколько учащихся покорили интеллектуальный Олимп и где в следующем году пройдет Олимпиада, расскажет Василина Буцкевич. В Олимпиаде школьников Союзного государства России и Беларусь историческая духовная общность участия приняли 165 учащихся 10-11 классов в составе 28 команд. 120 из них представляют учреждения образования из 19 регионов России, 50 учащихся все области нашей страны. Интеллектуальное состязание прошло на базе средней школы номер один города Бреста. В программе интеллектуальные битвы два тура – написание сочинений и комплексные работы по русскому языку и литературе. Также ребят ждали творческие конкурсы по риторическому мастерству и выразительному литературному чтению. Это мероприятие Союзного государства, которое уже стало традиционным. И в чем изюминка этого мероприятия? Конечно, то, что оно проводится на Брестской земле. Вы знаете, есть очень хорошее выражение одного из таких публичных людей, который сказал, что в Брестской крепости есть слова, которые написаны во всем мире только на русском языке «Родина, прощай, я умираю, но не сдаюсь». И вы знаете, и то, что 19 команд из 19 регионов Российской Федерации, это больше 110 детей, приехали на Брестскую землю, и многие-многие из них впервые и посмотрели вот действительно цену русского языка в нашей Республике Беларусь. Из всех регионов Республики Беларусь принимают дети участие в этой Олимпиаде. Она традиционная, это мероприятие союзного государства. И, конечно, она посвящена нашему общему духовно-культурному наследию. Очень интересны были у детей задания, конкурсы. Это известные имена, это мировое, это действительно мировое наследие. И то, что его сегодня запрещают в мире, они делают, наносят только ущерб собственным гражданам, потому что без Толстого, Некрасова, Пушкина, Осадова сегодня нет мировой литературы. На самом деле пока что... А, хорошо. На самом деле пока что результаты еще неизвестны, но мы надеемся, что мы хорошо показали себя и займем достойные результаты. А касательно впечатления об Олимпиаде, хотелось бы сказать, что мне очень понравился город, проведение, понравился он мне, особенно своей осенней атмосферой, количеством опавших листьев и прекрасными людьми на улицах, и прекрасными людьми, приехавшими сюда на Олимпиаду, с которыми им приятно общаться. Борьба получилась интересной, зрелищной и достойной. Все участники Олимпиады показали себя в наилучшем свете. Когда две страны объединяются в союз, значит, у них есть много общего. Общего, конечно же, у нас и в языке. Иначе говоря, никого не удивляет, когда наши ученики, наши студенты изучают русский язык, когда мы слышим русскую речь на улицах наших городов и наших стран. К нам приехали на конкурс ребята из многих регионов России и Белоруссии. Продемонстрировали высокий уровень знания русского языка, русской литературы, культуры. Вчера я присутствовал на конкурсе с таким вроде бы сухим названием «Выразительное чтение». Но я слушал и думал, что это не конкурс, это какой-то концерт. Причем концерт, который вызывает мурашки по коже и слезы на глазах у членов жюри. И в связи с этим было очень сложно оценивать ребят, потому что все талантливые, все готовились. Надо сказать слова благодарности всем нашим участникам, потому что Брест действительно знаковое место и то, что проходит большое количество мероприятий, в том числе таких приятных и с участием наших детей, это вдвойне радует. Потому что отзывы и отклики по благоустройству, по насыщенности, так скажем, экскурсионных программ, которые провели наши дети в городе, подтверждает, наверное, то, что Брест, наверное, по праву может гордиться самым благоустроенным городом. Если не хвастаться, то, наверное, конечно, сказать то, что вот эти мероприятия дают толчок к дальнейшему развитию наших детей. И дай Бог, чтобы дети, завершив учебу школ, гимназий, лицеев и двигаясь дальше, приезжали и оставались работать именно здесь, на Брестской или белорусской земле. А это уже будет, наверное, честь и хвала и нам, и педагогам, которые вложили душу для того, чтобы, побывав в Бресте, и дети, и родители понимали, что именно здесь надо жить и трудиться. И вот момент истинного оглашения победителей. Их в нынешней Олимпиаде 50. 10 получили дипломы первой степени, 15, второй степени, 25 победителей третьей степени. В Брестскую область представили 12 человек, а команда города над Богом заняла третье место. Стоит отметить, что все призеры имеют преференции при поступлении в учреждение высшего образования. Я могу сказать свои впечатления о Бресте и о самой Олимпиаде. В первую очередь мне понравился круг лиц, который находится в этом городе, который проживает здесь. Все люди очень доброжелательны, вежливы. Нет ни одного человека, который мог бы сделать что-нибудь плохое или что-то как-либо обидеть другого. Окружение, оно, в конце концов, оно дает тоже своеобразное веровозрение на окружающий мир. И поэтому я могу с точностью сказать, что Брест – это замечательное место, и Беларусь в целом. Я очень доволен своей поездкой. Мы с детками познакомились только в поезде. Мы были незнакомы до этого. Они победители Олимпиад, все из разных мест. И вот то, как нас сблизила эта поездка, как мы подружились, какая здесь атмосфера, какое воодушевление, радость общения. Это просто непередаваемо. Нам всем не хочется уезжать. Огромное спасибо городу Бресту, всем причастным к этой Олимпиаде. Просто низкий поклон. Пять с плюсом за организацию. По десятибальной системе десять с плюсом. Спасибо огромное. До новых встреч. Приезжайте к нам в Тамбов. Уже в следующем году Олимпиаду школьников Союзного государства России и Беларусь «Историческая духовная общность» примет гостеприимный город Уфа. А мы будем болеть за наших. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Безопасность людей на рабочих местах – важнейшая задача на любом предприятии, особенно связанных с производственными процессами повышенной опасности, таких как, например, брестские тепловые сети. Здесь особое внимание уделяется безопасности и благоприятным условиям для работников. На Брестской теплоэлектростанции прошло выездное заседание мобильной группы горисполкома по вопросам охраны труда с участием первого заместителя председателя горисполкома Юрием Климаховичем. Группа наша работает регулярно. Два раза в неделю мы осуществляем выезды. 83 выезда, 214 предприятия и более 3,5 тысячи нарушений мы обследовали в этом году, выдали рекомендации предприятиям. К сожалению, не все предприятия у нас исправляют эти рекомендации, поэтому повторно выезжаем и уже там с наказаниями в дальнейшем работаем с руководством этих предприятий. В целом бы хотелось отметить по городу, что у нас идет незначительное увеличение несчастных случаев, поэтому как бы и активизируем работу мобильных групп, увеличиваем количество выездов, увеличиваем количество самих членов, которые участвуют в мобильных группах. Комиссия по охране труда мобильной группы Горисполкома постоянно аудирует рабочие места Брестских тепловых сетей, обнаруживает и решает проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем работников. Сегодня у нас очередной день работы мобильной городской группы, предприятия энергетики, Брестские тепловые сети. Значит, основные вопросы, которые мы хотим сегодня обследовать, это промышленная безопасность, вопросы охраны труда, производственная гигиена, ну и другие вопросы, там электробезопасность и пожарная безопасность в том числе. На самом же предприятии существует целая система МИР, которая выявляет недостатки, замечания и над которой осуществляется жесткий контроль. Дни и недели техники безопасности, месячник нулевого травматизма, акции, которые регулярно проводятся на предприятии. И каждый раз в работе вводятся новые корректировки, акцентируется внимание на новых формах работы и более глубоко изучается тот или иной вопрос. И это не для галочки и отчета, а для создания максимальной безопасности условий труда. У каждого есть свои обязанности. Наниматель, что он должен быть? Принял на работу, обучил, обеспечил спецодежды, исправленным инструментом, средствами защиты, проинструктировал, подготовил рабочее место, допустил. Работник, он отвечает за свою безопасность сам. И вот в последнее время, особенно, ну, довольно часто все-таки еще приходят информационные сообщения о несчастных случаях. И всегда прошу и требую, чтобы все-таки, вот когда анализируете, почему этот несчастный случай произошел, сделайте оценку на том, последний шаг, который был сделан пострадавшим, и можно ли было его избежать. Ведь все кажется очень просто. Вот ты пришел на рабочее место, тебе надо разобрать оборудование, разболтить фланцевое присоединение. Ну, прежде чем ты возьмешь в руки ключ и начнешь крутить, подумай, а все ли сделано. А нету там агрессивной страды, нету ли там давления. Показали ли тебе, доказали, что этот участок отключен, сдренирован. Электрик, прежде чем с отверткой лезть в распределительное устройство, у него мысль сразу же должна быть. Ага, а я видел, что это отключили, это за земли, и я безопасно могу браться за токоведущие части. То есть, как бы, смысл какой, что до каждого работника должно дойти. Все, да, работают, все свои обязанности выполняют, но ты, прежде чем сделать шаг, ты должен подумать, что за этим может последовать. Брестские тепловые сети ответственно подходят к вопросу заботы о людях и главное доказательство тому – минимальные показатели травматизма на рабочих местах. Я вот уже 20 лет отработал главным инженером здесь и сколько уже, 7 лет директором. За это все время у нас был один несчастный случай. И это было давно так, что, честно, вот не хочется говорить про хорошее, чтобы не сглазить, как говорится, потому что вся работа направлена на то, чтобы не допускать этого. Люди же должны, ну, прийти с радостью отработать, прийти в семью, принести деньги, жить и радоваться жизни. Не обошлось и без экскурсии, где директор теплосетей Казимир Медовский провел всех гостей по значимым объектам предприятия, продемонстрировав воочию, как проходит рабочий процесс. Турбина старая, которая здесь отработала практически 60 лет, это паровая турбина, которая крутит генератор и вырабатывает электроэнергию, ну и, соответственно, дает тепло потребителям. Она в разрезе сделана, чтобы можно было, студенты приходят или молодые специалисты могли бы очень увидеть, а что же такое, что там внутри появится, все железо, вот это такое. И как музейный экспонат на учебное пособие для молодых специалистов. Смотрите, 2 миллиарда киловатт или киловатт часов электроэнергии выработала за свою производственную жизнь. И как новичка стоит еще. Охрана труда – важный аспект в работе каждого предприятия. Но не стоит также забывать, что здоровье специалистов зависит и от них самих. Не стоит надеяться на случай. Нужно соблюдать технику безопасности. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. По инициативе Министерства внутренних дел с 30 октября по 26 ноября проводится комплекс мероприятий, направленных на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности, половой свободы несовершеннолетних и обороту детской порнографии. Основная цель акции – формирование в обществе негативного отношения к проявлениям насилия в отношении детей, недопустимости умалчивания малейших фактов и признаков данных действий. За 9 месяцев 2023 года органами внутренних дел страны выявлено 767 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, по 98% из которых установлены лица их совершившие. Как понять, что ребенок подвергся насилию? Почему дети идут на поводу у незнакомцев в интернете? И как оказывается психологическая помощь, расскажет Василина Пуцкевич. Сегодня хотелось бы акцентировать внимание ваших слушателей на проблеме сексуального насилия в отношении детей и подростков. Так как на территории Брестской области идет рост выявленных преступлений данной категории и за 10 месяцев текущего года выявлено 127 преступлений, из которых 29 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Мы видим, прослеживается рост именно совершения преступлений в сети интернет, когда, к сожалению, наши дети подвергаются вербовке и данное количество преступлений на данный момент на 10 месяцев уже составляет 34, что значительно выросло с периодом прошлого года. Поэтому с учетом проведения на территории Республики Беларусь с 6 по 26 ноября комплекса профилактических мероприятий, направленных именно на профилактику сексуального насилия в отношении детей и подростков и информированности, в первую очередь, нашей общественности, людей, родителей, педагогов в очередной раз о том, что необходимо знать, с кем общаются ваши дети, не только оффлайн, но и онлайн. И это очень важно, потому что, как я говорю, любой виртуальный друг ребенка может, к сожалению, оказаться преступником. Работа по предотвращению сексуального насилия в отношении детей включает целый комплекс мер. Правоохранители используют специальные программы для упрощения и отслеживания преступников в интернете, привлекают к взаимодействию учреждения здравоохранения, образования, распространяют информацию о проблеме, своевременного реагирования на изменения в поведении ребенка и выявления злодеяний. А преступник должен понимать, что он обязательно ответит за свои действия. В данной сфере у нас налажено взаимодействие со всеми субъектами профилактики. Нам также оказывается огромная поддержка со стороны учреждений образования области, здравоохранения. Поэтому в комплексе мы можем решать поставленные задачи, но вместе с тем нам необходима помощь и неравнодушных наших граждан. Потому что все-таки, к сожалению, наши мамы и папы, когда ребенок находится дома и они находятся дома, забывают о том, что ребенок может находиться не в безопасности, к сожалению, даже находясь в квартире, и в отношении него может совершаться преступление. Суть вопроса в чем? В том, чтобы родители понимали и знали и предупреждали своих детей, не боялись, не стеснялись с ними разговаривать о том, что действительно любой виртуальный друг ребенка может оказаться преступником. И чтобы дети четко понимали, что свои фотографии, тем более которые обнаженные, которыми потом можно ребенка этого шантажировать. А ведь когда преступник начинает проводить шантаж и говорить о том, что я вот эти твои сейчас фотографии распространю среди твоих одноклассников, твоих друзей и скину вообще, может, твоей маме и папе, естественно, ребенок замыкается в себе, ему становится очень страшно. И он не находит другого выхода, как всю эту информацию, которую дальше будет требовать преступник, опять ему продолжать предоставлять. Детей записывает новые видео, видео и, соответственно, ломается психика ребенка, и ребенок становится жертвой противоправных действий. Если все же над ребенком совершено насилие, нужно сразу же обращаться к правоохранителям. Они не только установят все необходимые факты для задержания преступника, но и могут поспособствовать в оказании психологической помощи. Наша съемочная группа находится в комнате дружественной детям, где с жертвой насилия допрос проводит не следователь, а психолог. При расследовании уголовных дел против половой неприкосновенности следователь должен наладить психологический контакт с несовершеннолетним и его к себе расположить для того, чтобы получить все необходимые сведения для уголовного дела и получить доказательства виновности обвиняемого. Для того, чтобы расположить к себе ребенка, не всегда с ним общается следователь. У нас есть комнаты, дружественные детям, в которых происходит беседа несовершеннолетних с психологами. Но перед тем, как эта беседа случается, следователь готовит тот весь необходимый перечень вопросов, которые психолог должен задать ребенку. То есть комната представляет из себя помещение, оно где-то с игрушками, такое яркое, красочное, чтобы ребенок мог себя чувствовать в этом помещении свободно, комфортно и мог рассказать те действия, которые в отношении него совершались. А в соседней комнате сидит следователь, который по камерам видеонаблюдения, в принципе, видит весь процесс общения и ведется звука и видеозапись. Если вовремя не обратить внимание на поведение ребенка, подвергшегося насилию, у него может выработаться комплекс жертвы. Это приобретенная личностная черта, при которой человек считает себя жертвой негативных действий других людей или обстоятельств. Накопившиеся проблемы и возрастающий стресс в сочетании с неумением справляться с трудностями зачастую и загоняет ребенка в тупик. Комплекс жертвы может проявляться зачастую сменой настроения. Ребенок чувствует себя подавленным, грустным. Он может изменять свой образ жизни, он может прекращать разговаривать с другими детьми. Если этот ребенок подвергается насилию в классе, может избегать, допустим, общения в самом классе или избегать общения с теми людьми, которые это насилие действительно оказывали, может стать замкнутым, конечно, ребенка может снизиться самооценка, он может начать к себе плохо относиться, может плохо относиться к своему будущему, не хочет никуда уже поступать, не хочет ничего там покупать для себя и не видит смысла даже в каких-то обычных вещах покушать, помыться. Часто может вести странные разговоры, что в жизни вообще не имеет никакого смысла. На такие разговоры стоит обращать внимание, не стоит игнорировать. Кстати, игнорирование тоже является способом психологического насилия, когда ребенок обращается к родителям за помощью и говорит, что ему нужна помощь, чтобы обратили на него внимание. Если его игнорируют, это тоже мы, психологи, относим к некоторым психологическому насилию. Если мы заявляем, что нам нужна помощь, то эту помощь родители должны и обязаны все-таки оказать и прислушаться к ребенку. Насилие может быть физическим, психологическим, эмоциональным, сексуальным. И, к сожалению, агрессором может выступать не только педофил, но и близкие, знакомые, друзья и сверстники. Вообще преступление против половой неприкосновенности – это изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия. В том числе и вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией. Есть и такой пример у нас в области. В Пинске на тот момент 17-летняя девочка решила отпраздновать свое 18-летие, она попросила у подруги деньги в долг, но у той денег не было. И тогда наша фигурантка предложила своей подруге зарегистрировать ее на сайте знакомств, и она сама обещала, что будет находить мужчин, и предложила ей оказывать услуги сексуального характера. А почему она это предложила? Она сказала, у меня же есть парень, а у тебя нет. В принципе, та девушка тоже долго не раздумывала. Она пришла на встречу с мужчиной, однако все эти действия уже были на виду правоохранительных органов, и эта преступная деятельность была пресечена. Во-первых, действительно, если дети стремятся попасть в такую область, это действительно ненормальное поведение. Некоторые дети просто не знают закон и не понимают, что можно, что нельзя. То есть это иногда вопрос не только психологический, вопрос такого законодательства, что детей могут вводить в заблуждение, что они взрослые, не могут себя вести, действительно, насмотревшись, допустим, интернета, роликов, то, что действительно их поведение может сексуализироваться. Но их поведение на самом-то деле во многом незаконно. И можно говорить, что движет этими детьми, во многом этим детьми может двигать какая-то инфантильность, этими детьми может двигать стремление к риску, получение каких-то эмоций, возможно, тех каких-то экстремальных эмоций, которые они там недополучают вообще в жизни. И стоит вообще разобраться и посмотреть, подиагностировать, пообщаться с ихними семьей, что у них происходит в семье. То есть высокий, конечно, возможный риск тех неблагополучных семей, где не существует никаких норм, традиций, ценностей семейных. В таких семьях, конечно, возможный риск, то, что дети будут больше интересоваться какими-то ненормальными вещами, конечно, будет больше. К нам в психонерологический диспансер, к счастью, обращаются меньше детей, которые занимаются спортом, которые интересуются культурой, которые имеют, в общем, какую-то занятость. Зачастую дети, которые имеют возможность интересоваться таким странным поведением, это, конечно, дети, которые имеют свободное время, достаточно, чтобы потратить, углубиться в какие-то темы, куда-то завлечься, вникнуть в что-то, что не касается их возраста. Забота о детской неприкосновенности требует широкого спектра мер и действий на уровне государства, общества, организаций и каждого человека. Важно обеспечивать безопасные условия жизни для детей, и предоставлять им поддержку и помощь в случае насилия, а также предотвращать опасность и создавать безопасные среды для их роста и развития. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Итоги недели. Без определенного места жительства. Гриф, который автоматически помещает человека в одну из самых уязвимых групп общества. Людям волею судеб, а чаще из-за отсутствия силы воли, лишенные крова и средств для существования. В осенне-зимний сезон их жизнь усложняется вдвое. Не имеющие крова и более-менее упорядоченного питания, они не только свое здоровье подвергают опасности, но и саму жизнь. Однако помочь им готовы. О том, как и где, смотрите в следующем сюжете. В городе Надбугове в ноябре 2021 года появилось место, которое на время стало домом для людей без определенного места жительства. По адресу улицы Мельжинского работает отделение ночного пребывания для граждан. Услугой могут воспользоваться лишь те, кто действительно имеет статус лица без определенного места жительства. Обитель бездомных чем-то напоминает хостел. Отличие от бюджетной гостиницы в том, что за проживание в доме ночного пребывания оплатить не нужно. В здании несколько жилых помещений, рассчитанных на 12 человек. Восемь мужчин и четыре женщины. В комнатах стоят двухъярусные кровати со свежим постельным бельем, тумбочки и по паре стульев. Но самое главное, что попавший сюда может рассчитывать на ночлег, одежду и время для решения вопросов, касающихся восстановления документов и трудоустройства, а также выдачу средств личной гигиены и постельного белья. Всяко лучше, чем в сырых подвалах прозябать. Решением Брестского городского исполнительного комитета 1 ноября 2021 года было открыто отделение ночного пребывания для лиц без определенного места жительства. И получается сейчас 1 ноября на носу исполнится два года. Отделение ночного пребывания предназначено для оказания услуги ночного пребывания для лиц, которые, если просто сказать, потеряли жилье. То есть, согласно действующему положению, в него принимаются лица, которые раньше имели регистрацию в городе Бресте, ну, утратили потом ее, или которые имеют регистрацию в городе Бресте, но по объективным причинам, ну, не могут проживать в силу усложившихся семейных, бытовых обстоятельств. Как правило, когда наступают, ну, ухудшаются погодные условия, то спросом пользуются, люди приходят. Ну, и хочу сказать, что не то, что пришел, мы его сразу положили на койку, мы помогаем противиться за комиссию, потому что живут люди в общежитии, чтобы были все здоровы, никого не могли заразить. В такую ситуацию попал Александр Солодуха. Еще будучи молодым, мужчина связался не с теми, так сказать, друзьями, которые за дня в день любили выпивать и каждый раз подстрекали на это Александра. Чтобы не отставать от компании, мужчина стал употреблять алкоголь, сам не заметив, как спиртное начало появляться на столе регулярно, а в его стакане утонули личная жизнь, здоровье и дом. Из-за своей зависимости мужчина попал в ЛТП, а вернувшись стал никому не нужен. И на перевалке работал, и на бэмзи работал, и на газоаппарате работал. А потом там выпил, там выпил. Раз попал второй, и все, то друзьями выпишь, то то, и все. И вот так вот, потиху, помалу. Особой такой тяги не было. Раз попал второй, и все. Местом спасения для Александра стало отделение ночного пребывания в городе Бресте. Что такое алкоголь, мужчина уже даже знать не хочет. Оно и правильно. Ведь именно он и слабый характер сыграли с Александром злую шутку. Раньше, как говорится, то друзья, то это, как это, друзья пьют, а ты вроде молодой, здоровый, как надо, за компанию. Сейчас просто уже такой компании нету. Я уже и сам не хочу с ними связываться. Грубо говоря, выпей, и что дальше? Все. Конечно, жалею. Как говорится, что уже получилось, уже назад не вернешь. Сегодня мужчина стал на путь исправления, ведь так жизнь продолжаться больше не может. Получаю по инвалидности пенсии. Купил продукт. Не пропил, а купил покушать. Положил в холодильник. Надо пришел, отрезал, поел. Пошел, помылся, в туалет сходил. Ну, пришел, телевизор идет. Посмотрел новости, что показывают. И лег, поспал, утром встал и пошел. Куда она работала? Ну, к частикам, к частикам работала. А кем вы участниками? Ну, как? Рабочие? Ну, разнорабочие, скажем так. Получить крышу над головой может абсолютно каждый. Главное – соблюдать правила проживания и пытаться наладить свою жизнь. В тяжелую жизненную ситуацию попала и Татьяна Сухуцкая. Казалось бы, женщина не пьет, а прятно выглядит. Что может быть не так? Ее в свой дом не пускают родные дети. Ну, я приехала, чтобы восстановиться. Ну, нарушены были наследственные права. И вот уже в течение года я добиваюсь, с детьми сужусь. Потому что два года назад умер муж и наследство все переписали на себя дети. И никак не могу добиться справедливости. Ну, сейчас уже окончательное решение будет 3 ноября. У подруг проживала непонятно где и непонятно как. Ну, сами понимаете, друзья друзьями, но долго жить там невозможно. Я опять обратилась на Халтурину 8 в кризисный центр. Они мне пошли навстречу и сказали, говорят, есть у нас ночлежка. Я говорю, мне без разницы. Мне без разницы. Мне главное, чтобы было место, где можно было переночевать. Новых постояльцев принимают с 18.00 до 20.00. Как только человек прошел все необходимые процедуры, дверь закрывается. И он до 8 утра остается под наблюдением соцработников и милиционера. Выходить на улицу категорически запрещено. Если те люди, которые действительно пришли сюда для того, чтобы стать на путь исправления, все вышеперечисленные правила будут соблюдать безукоризненно. Ведь именно здесь им готовы дать почву под ногами, от которой можно оттолкнуться и начать жить сначала. Ряд людей мы социализировали, потому что мы оказываем такие вот услуги, если можно сказать. Помогаем восстановить паспорт, получить регистрацию по месту пребывания. Организовываем консультацию у врачей-специалистов, начиная там кожного нейрогические, онкодиспансер, тубдиспансер. Ну, практически все виды услуг, потому что все у них практически не люди больные. Потом оказываем помощь в получении банковских, пенсионных карточек. Потом многие у нас люди инвалидов или еще не получили инвалидности. Помогаем пройти медицинское МРЭК. Это комиссия, которая позволяет получить ту или иную группу инвалидности. Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну, а мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова